Прокуратура Вашингтона предъявит обвинение в массовых беспорядках большинству из более 200 арестованных в день инаугурации президента США демонстрантов, что подпадает под уголовную статью. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы аппарата прокурора Вашингтона. По данным прокуратуры, им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов. В заявлении подчеркивается, что большинство демонстрантов освободят без залога, но они должны будут вернуться в суд в феврале. Напоминаем нашим телезрителям, что в пятницу органы правопорядка задержали около 230 участников различных акций протеста, проводившихся в столице США в связи с инаугурацией 45-го американского президента Дональда Трампа. Как сообщили в полиции, в результате столкновений блюстителей порядка с манифестантами пострадали около десятка полицейских. Отметим, что пресс-секретарь нового американского лидера Шон Спайсер заявил, что за инаугурацией нового президента США Дональда Трампа наблюдала крупнейшая в истории Соединенных Штатов аудитория. Срочное сообщение. Президент Трамп ранен в руку из оружия. Подобная запись появилась в микроблоге компании BBC в социальной сети Twitter. У пользователей вызвал сомнение тот факт, что сообщение появилось в Twitter не самой компании, а ее небольшого филиала в британском городе Нордгемптон. Пост быстро удалили, но остался скриншот. В BBC сообщили, что сразу после новости о ранении на странице британского филиала компании появился другой твит. Сообщение от OurMine. «Мы обнаружили необычную активность. Аккаунт был кем-то взломан, и мы пытаемся решить эту проблему прямо сейчас». Группа хакеров OurMine уже зарекомендовала себя взломами аккаунта стримингового сервиса Netflix и основателя Facebook Марка Цукерберга. Однако хакеры заверили, что сообщение о ранении Трампа разместили не они. «Мы действительно увидели необычную активность в учетной записи и взломали аккаунт для того, чтобы проверить, был ли он взломан до нас. К сожалению, наши догадки подтвердились», – заявили хакеры. «В BBC уверили, что предпринимают все необходимые шаги для того, чтобы подобное не повторилось». Лидер французского национального фронта Марин Ле Пен считает, что Евросоюз потерял свою жизнеспособность, а Франция должна покинуть Содружество, если не получит от Брюсселя ряд переференций. Об этом кандидат президенты рассказала в интервью германскому изданию Build & Sonntag. «Евросоюз мертв, но еще не знает об этом. Он провалился по всем направлениям. По экономическому рост очень медленный. По социальному бедность растет, а безработица находится на слишком высоком уровне. По безопасности ЕС не в состоянии защитить свои границы, не может нас защитить от исламистского терроризма», – отметила она. По ее словам, если эксперимент так плачевно проваливается, то с ним покончено. Она заявила, что в случае победы на выборах весной намерена добиваться для Франции преференции от Брюсселя под угрозой выхода из Содружества. «Я требую от Европейского Союза вернуть независимость по четырем пунктам – границы, валюта, экономика и право», – пояснила лидер национального фронта. «Либо ЕС на это согласится, и мы придем к Европе объединенных народов, либо он откажется, и тогда я скажу французам, что мы должны покинуть Евросоюз, и предложу проголосовать». Лепен также предположила, что избрание президентом США Дональда Трампа означает конец старого мира, который управлялся рынком, мира, в котором народы должны были быть принесены в жертву неолиберализму и исчезнуть. Теперь начинается великое возвращение к нации и народу, убеждена лидер правой французской партии. По ее прогнозам, Трамп на посту главы государства будет отстаивать интересы своего народа, а не ближнего круга и финансовых концернов. Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов Николь Рёш прокомментировала расследование организации по ситуации относительно якобы имевших место манипуляций с допинг-пробами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. «Мы пытаемся расследовать участие российских властей в манипуляциях с пробами на Олимпиаде в Сочи. Наша антидопинговая комиссия в связке с ВАДО пытается профессионально расследовать эту ситуацию и разобраться, что там происходило и какова в этом роль властей в России», – заявил Орёш. Ранее сообщалось, что IBU закрыл дело в отношении 22 российских биатлонистов. Такое решение было принято на внеочередном заседании исполкома организации по поводу второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.